Всем привет! Сегодня у меня на обзоре смартфон OnePlus Nord N30 SE. На момент записи этого видео точную цену в рублях не знаю, но в долларах он должен стоить 200 баксов. То есть в рублях это будет меньше 20 тысяч рублей и скорее всего со временем ценник будет еще снижаться. То есть это уже не средний сегмент, а немного ниже. По сравнению с предыдущей версией N20 SE, которая у меня была на обзоре, здесь есть ряд существенных изменений. Например, появился NFC, то есть теперь можно оплачивать покупки. Также они улучшили производительность. Он заметно меньше лагает в интерфейсе, но об этом мы поговорим чуть позже. А сейчас давайте посмотрим на комплектацию. Мне он достался в черном цвете, хотя я бы назвал его серым. Судя по спинке, смотрится он, кстати, довольно симпатично, но опять же это все дело субъективно. Нравится, не нравится. Из минуса сразу могу отметить то, что в комплекте нет зарядки. Кабель фирменный идет в комплекте USB на USB Type-C. Также даже положили они силиконовый прозрачный чехол. Но почему-то зарядки, по крайней мере в глобальной версии данного смартфона, нет. По габаритам и весу. Весит смартфон меньше 200 грамм. Если быть точным 194 грамма, это вес, соответственно, с защитной пленкой, которая уже наклеена из коробки. Ну и можете посмотреть, как внешне выглядит комплектный силиконовый чехол на данном смартфоне. Он довольно плотно облегает грани смартфона, также немного, скажем так, наплывает на края экрана, тем самым его защищая. В общем, обычный чехол из плюсов то, что он, собственно, есть в комплекте. И покупать его отдельно не нужно. По габаритам вы можете видеть их на экране. Смартфон не из маленьких. Высота 165, ширина 76, толщина 8 миллиметров. По корпусу спинка и рамка пластиковая, причем пластик в случае спинки глянцевый. Но хочу отметить, что от воздуха она не царапается, как в случае спинки Poco X6 Pro, обзор которого я делал. Вот так визуально смартфон смотрится в руке. Если вдруг вы давно думали о приобретении нового смартфона, но не могли определиться с выбором, у меня есть для вас решение. Samsung совсем недавно выпустили новинки из серии Galaxy S24. В лейке представлены три модели. Компактная S24, S24 Plus с большой диагональю и S24 Ultra с более мощным процессором Qualcomm 8 Gen 3, большой емкостью аккумулятора и продвинутыми камерами. У этих смартфонов много новых интересных фишек, реализованных с помощью искусственного интеллекта. Например, функция умный редактор позволяет легко заполнить фон и убрать нежелательные объекты с фотографии. А благодаря ночному зуму с технологии искусственного интеллекта ICP можно снимать яркие, красочные, четкие фотографии даже в темноте. Функция «Обвести и найти» поможет с легкостью найти интересующий объект в поисковике. Достаточно просто выделить его на картинке, чтобы получить результаты в браузере. Кстати, смартфоны из этой линейки сейчас можно приобрести в интернет-магазине Beeline с выгодой в 10 тысяч рублей. Как получить эту скидку? В интернет-магазине Beeline нужно выбрать смартфон и серии S24 добавить в корзину. Обратите внимание, что важно отключить бегунок с выгодного комплекта, потому что акции не суммируются. Далее в соответствующую графу нужно ввести мой персональный промокод IGNATIVE1 и нажать кнопку «Применить». Скидка по промокоду применится в корзине. Промокод действует только при покупке в интернет-магазине Beeline до 31 марта 2024 года. Переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране. И не упустите возможность воспользоваться выгодным предложением. А мы возвращаемся к обзору. Давайте поговорим про органы управления. Сбоку мы видим качельку регулировки громкости. Кнопки, кстати, не люфтят, что хорошо. То есть сборка отличная. И также ниже расположилась кнопка питания, она же сканер отпечатка пальцев. Каких-либо претензий к нему у меня нет. Срабатывает хорошо. Содержка небольшая. Единственное, площадь разблокировки тоже небольшая. Но если палец добавить несколько раз, то проблем у вас с этим не будет. Сверху видим второй микрофон шумоподавления. То есть звук записывает в стерео, что хорошо. С другой грани у нас расположился лоток для двух nanoSIM. Вместо второй можно использовать карточку памяти microSD. По памяти, кстати, я вам не сказал. Здесь 4 гигабайта оперативной и 128 встроенной. Лоток, как можете видеть, к сожалению, не имеет резинового уплотнителя. Поэтому защита от воды никакая не заявлена. Снизу все стандартно. Микрофон. Основной динамик второй. Сверху он же разговорный. USB Type-C версии второй. И сейчас уже редкость. Разъем под наушники 3,5 мм. Если для вас это актуально, то в этом смартфоне он присутствует. По камерам. Здесь мы видим основной модуль на 50 мегапикселей от Samsung. Диафрагма f1.8 без оптической стабилизации, естественно. Модуль на 2 мегапикселя. Это датчик глубины. Скажем так, модуль для галочки. Ширка здесь нет. Телевика, понятно, тоже. Фронталка находится по центру. Она на 8 мегапикселей. Модуль от OmniVision. Как можете видеть, на экране из коробки наклеена защитная пленка. Визуально можете оценить рамки. Снизу подбородок заметно больше. По сравнению с боковой и верхней рамкой. Из плюсов сразу могу отметить то, что экран здесь плоский. LTPs матрица, соответственно, без шима. Спинка не прогибается, не люфтит. Сборка, повторюсь, хорошая. И опять же, все это субъективно, но внешне задняя крышка смотрится довольно симпатично. Особенно в этой расцветке. По экрану давайте я вам подробненько расскажу. Здесь есть несколько цветовых профилей. Яркие цвета, естественные. Также отдельно можно поменять цветовую температуру. Я рекомендую оставить естественную цветопередачу. В случае изменения цветовой температуры экрана, как можете видеть по картинке, особенно если посмотреть на красный цвет, в случае небольшого изменения температуры в теплый оттенок, заметно искажается цветопередача. То есть, по умолчанию экран довольно холодно. Сейчас про это я вам расскажу. Да, вы можете сделать его теплее, но при этом точность цветопередачи ухудшится. Значит, по замерам. В ручном режиме 543 яркость. В режиме автояркости почти 600 нит. 585 это, в принципе, неплохое значение для IPS экрана. По другим характеристикам, как я вам сказал, с настройками по умолчанию цветовая температура завышена. Практически 8000 кб. По гамме все хорошо. 227. Контрастность типична для IPS. LTPS матрицы 1480 к 1. Ну и по точность цветопередачи. С одной стороны, дельта-е среднего чуть больше 3. Максимально 541. И дельта-е серого 3.8. Цветовая охвата с RGB 97%. С настройками по умолчанию, по цветам ничего критичного нет. Основные ошибки из-за того, что завышена цветовая температура. И, как можете видеть, в серых оттенках есть примеси холодного синего цвета. Да, вы можете улучшить цветовую температуру. Сделать ее практически идеальной. Будет у вас 6559 кельнов. Согласно скриншоту ниже. Дельта-е серого вообще будет отлично. Меньше единицы 0.98. Дельта-е также улучшится. Будет меньше 3. Но, особенно в красных оттенках, появляются заметные ошибки. Максимальная ошибка будет равна 10. Поэтому, мой совет и рекомендация. Оставьте настройки по умолчанию. То есть, цветовую температуру не меняйте. Иначе, заметно будут искажены цвета. По уровню черного и контрастности все хорошо. Видно до третьего квадрата и до 253. Здесь никаких заметных отклонений нет. Также можете посмотреть, как ведет себя экран под углом. Тоже все хорошо. Никаких заметных искажений. В целом, для бюджетника неплохой экран. С хорошей яркостью. Понятное дело, что будет не супер точный по цветопередаче. К сожалению, какая-либо калибровка ухудшает точность цветов. Поэтому, оставьте все по умолчанию. Единственное, выберите естественный профиль. Ну и в плюсы записываем плоский экран без округления и отсутствие шима. Давайте пойдем дальше. Версия, повторюсь, у меня глобальная. Работает данный смартфон на прошивке OxygenOS версии 13.1. Естественно, есть и Google сервисы, русский язык. В этом плане все отлично. По чипсету давайте вам расскажу. Здесь у нас используется Dimensity 6020. Это двухкластерное решение. Высокопроизводительные ядра Cortex-A76. 2,2 ГГц. Энергоэффективные. А55 нам хорошо известные. Техпроцесс 7 нанометров. Графика Mali-G57. Духъядерное решение. Разрешение. По экрану также я вам не рассказал. Разрешение чуть выше Full HD. 2400 на 1080. И экран поддерживает частоту 90 Гц. Соотношение сторон 29. По датчикам есть все, кроме барометра. По звонилке от Google. Но, к сожалению, нет записи разговоров. По датчику приближения тоже проблем никаких нет. Он физически, как можете видеть, прекрасно реагирует и выключает экран. По памяти, что понравилось, в отличие от предыдущей версии. Здесь тип памяти не EMC, а UFS. Скорее всего, 2.2. Показатели можете посмотреть. В целом, это положительно сказалось на производительности. Но про это поговорим чуть позже. Гигбенчи. В одноядерном 715. В одноядерном 1800. Тест на троттлинг здесь предсказуемо. Он минимальный. Всего лишь 5%. По гипсам среднее значение 191. По графике также отсутствует троттлинг. Устойчивость 97.9. То есть, в этом плане, конечно, чипсет удачный. По производительности в графике он находится на уровне того же Poco X4 Pro 5G. Тот набирает 1200 баллов в данном тесте. Напомню, что там чипсет Qualcomm 695. Ну и что касается производительности в играх. Как всегда, проверил в Genshin Impact. Но графику выбрал самую низкую. Ограничение было 60 FPS. Как можете видеть, среднее значение 40. Но само значение FPS довольно заметно менялось. В широком диапазоне минимальное значение было 20. То есть, визуально, конечно, рывки были заметны. То есть, не игровой смартфон. Но при этом, производительность по сравнению с предыдущей версией однозначно возросла. По нагреву тоже никаких проблем замечено не было. Спинка, если округлить, 31. В верхней части 39. Экран снизу 32. В верхней части 39. То есть, ничего критичного нет. Нет. Естественно, смартфон поддерживает все бенды. Включая седьмой. 4G Plus показывает. Никаких проблем с сетью обнаружено не было. За время его использования в этом плане все отлично. По интерфейсу почему-то слева Google Fit у меня не открывается. Если тапнуть по иконке, то можно быстро к нему перейти. Визуально скроллинг плавный 90 Гц. Но в некоторых приложениях он принудительно оставляет 60 Гц. В том же Play Market, как можете видеть, у нас 90 Гц. Если запустить Яндекс.Музыку и сразу открыть какую-нибудь песню, то видите, есть микрофризы. То же самое касается и скролла. Но забегая вперед, здесь он ограничивает частоту 60 Гц. Ну давайте ввиду герцовку, вы визуально посмотрите. Собственно в Яндекс.Музыке у нас 60 Гц, к сожалению. В Ютубе тоже 60 Гц. Это да, положительно скажется на автономности, безусловно. Я думаю, принудительно можно будет везде поставить 90 Гц. Но если говорить про стандартные настройки системные, то такой возможности они не предоставляют. Нужно использовать сторонний софт. Умный дом. То же самое, 60 Гц. Но зато хоть в хроме у нас полноценных 90 Гц. Почему-то в приложениях от Яндекса он практически во всех показывает именно 60 Гц. Но тем не менее, повторюсь, говорил в начале видео, производительность заметно возросла по сравнению с предыдущей версией. Предыдущая версия прям заметно лагалась. Здесь пользоваться смартфоном стало гораздо-гораздо комфортнее. По автономности давайте я вам расскажу. Напомню, аккумулятор на 5000 мАч. Провел стандартные тесты. Вы можете посмотреть. По сравнению с предыдущей версией, чуть хуже стала автономность в случае YouTube. Лучше стало в игровом сценарии. Чуть больше кушает он при записи видео. Веб-тест приблизительно одинаково. По итогу 4 часов 26 минут. То есть на час работы экрана меньше, чем OnePlus Nord N20 SE. Тем не менее, результат очень достойный, высокий. При повседневном использовании смартфон живет больше 7 часов работы экрана. Ладно, давайте поговорим про динамики. Для начала послушаем, как они играют. Что я вам хочу сказать. Здесь действительно, как и в предыдущей версии, два динамика. Верхний, он же разговорный. Играет заметно тише, чем нижний. При этом каких-то заметных хрипов, искажений я не заметил. Понятное дело, не хватает низов. Больше упор идет на высокие частоты. Отдельный с фишек могу отметить. Режим 300%. То есть действительно заметно увеличивается громкость. Но при этом страдает качество. То есть звук искажается, становится плоским. Но при этом хрипов не появляется. Что хорошо. Ну и переходим, давайте к примерам видео. Посмотрим, как снимает данный смартфон. Так, пример видео днем. При хорошем освещении. Запись максимум Full HD. Но, судя по всему, конечно, машину нужно помыть уже. Судя по всему, электронная стабилизация работает. Сейчас очень скользко. Давайте потихонечку пройдемся. Да, на экране картинка стабильная. Можете оценить работу. Так, и тут давайте проверим работу автофокуса. Ой, что-то он, мягко говоря, совсем не быстрый. Так, сейчас вроде нормально стало. Так. Да, видимо, глюк был. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Пример видео на фронталку. максимум full hd но насколько я вижу стабилизация к сожалению не работает и соответствующий динамический диапазон так он снимает на фронталочку оцениваем стабилизацию запись голоса на улице ветра нет но фоне где-то едет поезд играет музыка колесо тут у нас небольшое а этот пример в помещении при не очень хорошем освещении то есть работает только подсветка основная лампа выключена можете оценить уровень шумов вижу что мы есть так динамический диапазон но понятное дело так себе давайте проверим то фокус автофокус кстати сейчас норм работает вопросов нет днем только глюкнул один раз так ну да шумов а многовато видите да и динамическом диапазоне есть вопрос ну зато не вижу чтобы автофокус гулял не дергается в этом плане хорошо по фото долго прям останавливаться не буду каких-либо чудес от бюджетника ждать не стоит тем не менее давайте посмотрим как он снимает разных условиях начнем со съемки днем при хорошем освещении что здесь могу отметить каких-либо заметных искажений по цветопередаче и балансу белого я не заметил а слева режим 1x право режим 2x в стопроцентном масштабе уже конечно ощущается бюджетность постобработки то есть слишком акварельно не хватает деталей hdr режим присутствует и работает в авторежиме так давайте посмотрим на этот пример также слева 1x справа 2x по цветопередаче повторюсь каких-то заметных косяков не заметил также все хорошо по балансу белого но есть вопросы к постобработке особенно нюансы заметны в стопроцентном масштабе не знаю видно вам или нет вот специально выделил место там где труба как будто не хватает разрешения то есть видны лесенки это стопроцентный масштаб повторюсь не 200 процентов а сто процентов но и в случае 2x каких-либо существенных изменений в плане улучшения детализации я не заметил так еще один пример днем здесь с одной стороны действительно сработал hdr режим каких-то засветов нет если посмотрим на небо также неплохая цветопередача то есть цвета в миру насыщенные но здесь кстати в случае стопроцентного масштаба прям каких-то заметных лесенок не видно еще несколько примеров опять же цвета баланс белого динамический диапазон тоже неплохо но стопроцентном масштабе уже явно не хватает детализации слишком получается у нас акварельника здесь немножко мне кажется не хватает контрастности но при этом как можете видеть и он цвета не искажает не делает их перенасыщенными здесь смотрим баланс белого все ок цвета тоже но в приближении опять же наблюдаем акварельность и хотелось бы больше деталей так а что будет случае фотографирования людей значит это обычный режим диафрагма f1 и 8 1x соответственно будут опять же видим что по цветам по балансу белого все хорошо претензий у меня нет здесь кадр кстати получился неплохой да акварельность некая присутствует в движении несмотря на хорошее освещение тут конечно стопроцентном масштабе больше бросается в глаза акварельность нехватка детализации так здесь шумов я не вижу но динамический диапазон уже не так хорош щека с пересветами получилось и есть небольшое размытие если объект будет не статичен то как можете видеть он начинает мылить по фронталке также отмечу что я режим есть и он работает в авторежиме фронталочка у нас на 8 мегапикселей в стопроцентном масштабе есть небольшое количество шумов но в целом качество мне устроило заметного шарпа либо акварельности я здесь не вижу если смотреть на борду еще один пример на фронталку здесь хотелось бы наверно по насыщеннее цвета слишком серая картинка получилась но с другой стороны было облачно и она в принципе ближе к реальности так давайте посмотрим как он справляется съемка в помещении на основной модуль делом стопроцентный масштаб ну да как я вам говорил статичные объекты вроде все ок если есть движение либо мы лет либо вот в данном случае вообще у нас даже раздвоение получилось если посмотреть на пальцы портретном режиме прям здесь заметно все замылил стопроцентном масштабе можете видеть что одно мыло и отсутствие детали так это на основной модуль не портретный режим f1 и 8 по балансу белый скинтон и все хорошо тут уводит в теплые оттенки очень агрессивная обработка сглаживает шумы и получается акварельно все здесь похуже у нас было освещение слева авторежим справа портретный режим как можете видеть отличаются баланс белого слева ввел зеленоватый оттенок справа в красноватый а должно быть нечто посередине потому что задний шкаф стенка была белая давайте приблизим здесь смазов нет что хорошо но особенно в портретном режиме видите что прямо не хватает разрешения хотя он здесь не так сильно акварелит короче по камере будет у вас рандом вот вам еще один пример помещения чем хуже освещение тем агрессивнее работает шумодав хуже картинка смотрится в стопроцентном масштабе теряем деталях вот вам просто пример для оценки алгоритмов постобработки давайте сделаем стопроцентный масштаб ну да собственно видно что по контуру кабеля черного идет такой вот белый ореол сама розетка кажется нарисованной далее еще примеры в помещении парочка кадров как я вам сказал если объект начинает двигаться тут конечно будет заметный смаз так в случае съемки при совсем плохом освещении давайте мы сделаем стопроцентный масштаб но как я вам говорил очень агрессивно начинает работать шумодав повышенная контурная резкость акварельность все здесь есть в темных участках уже заметный провал по деталям так тут давайте посмотрим iso чуть больше 7000 из хорошего не исказил цветопередачу правильно попал по балансу белого это мне понравилось но в стопроцентном масштабе тут в принципе шумновато и понятное дело бюджетника здесь то же самое приближение уже много шумов и потеря в деталях при совсем плохом освещении со задирает аж до 12000 ну и соответствующее качество тем не менее снимает он лучше чем предыдущая версия это точно давайте подведу итоги по данному смартфону значит в отличие от предыдущей версии основное изменение это прежде всего наличие nfc теперь можно с помощью данного смартфона оплачивать покупки это однозначно плюс улучшили производительность стал меньше лагать в интерфейсе подняли общую производительность лучше стал фотографировать как итог если будет адекватный ценник то смартфон может заинтересовать прежде всего тех кто предпочитает IPS матрицу чтобы было два динамика был разъем под наушники ну и также хорошо держал заряд этот смартфон может вам это дать но пожалуй на этом все основные моменты озвучил увидимся в следующих обзорах все всем пока